Приветствую вас! Условно, проблему можно разделить на две составные части. Первая часть – это, собственно говоря, ревность. Вторая часть – это чрезмерное растворение в человеке и зависимость от него. Если говорить о ревности, то это всегда неуверенность в себе. Это всегда занятенная самооценка, это решение, что вы недостаточно неценны для человека. Но тогда необходимо понять, чем эта ревность вызвана. Ну, если вам парень дает поводы для ревности, то это одно. Если вам парень дает поводы для ревности, то это означает, что либо он сам такой человек, что еще не готов быть верным только вам, и тогда вам остается либо принять это, либо соответственно с ним разойтись, либо вы ему сами чего-то недодаете, и он, испытывая потребность в чем-то, пытается добрать это у других. Либо, если никаких поводов для ревности он вам не дает, то вы сами в себе не уверены, сами в себе сомневаетесь, почему-то не считая себя самой лучшей для него, самой красивой для него и самой привлекательной, тоже для него. Возникает вопрос, почему? А в чем именно вы в себе не уверены? Вот и попробуйте задать себе этот самый вопрос. Если зададите, сможете увидеть, в какую сторону вам двигаться, чтобы не уверены в себе преодолеть. Ну, по крайней мере, купировать ее и немножечко понизить, так сказать, снизить ее влияние на вашу жизнь. Дальше, если, значит, говорить о том, что вы много о нем думаете, то что-то заключается в том, что вы чуть-чуть сильно растворяетесь в этом человеке. То есть вы теряете свою самобытность в нем, вы стараетесь быть только для него, вы стараетесь жить только им, только для него. Это неправильно. Нельзя забывать себя в отношениях. И надо делать что-то для себя так же. Чтобы быть ценной для партнера, чтобы сохранять свою самобытность, и чтобы партнер видел вас не из себя, как он видит, когда вы в нем растворяете, а именно другого человека, того, кого он любит. И поэтому вам необходимо понять, для чего вы это делаете. Почему вы забываете себя? Что заставляет вас это делать? Откуда столько значения вашему парню? Ведь, видимо, он значит для вас больше, чем нужно именно в личностном плане, если вы придаете ему такое большое значение. Вот это очень плохо. Соответственно, в этом ключе тоже нужно думать. Дальше. Дальше. Доверять им доверие. Видите ли, отчасти про доверие мы уже сказали. Доверие. Доверие – это когда человек полностью оправдывает адекватные ожидания по отношению к себе. И не вредит интересам другому. У вас есть причины ему не доверять? Он когда-то вас уже обманывал? Если да, то как к этому он относился? Простились ли вы его? Отпустили ли вы тогда эту ситуацию? Или до сих пор она вас волнует? И являются непроговорёнными? Если так, то ей нужно поговорить, ну, либо с психологом, либо с ним. И ещё раз постараться всё выяснить, чтобы прочная не мешала вам жить настоящим и будущим. Дальше. Если он поводов вам не давал, и если он вас не обмасывал, но вы всё равно не можете ему доверять из-за того, что боитесь, то возникает вопрос – а чего вы боитесь? Чего именно вы опасаетесь? Что вы можете потерять, если у вас с ним ничего не получится? Ради чего вы держите за него так сильно? Вот об этом нужно подумать. Потому что то, что вы потеряете сами для себя в случае расставания с ним, вам нужно получаться на сайте для того, чтобы быть независимым от него. То есть, условно говоря, не связывать свои потребности с ним, а только лишь стремиться сделать его счастливым и стремиться дать. Дать и получать на добровольной основе. Вот что является залогом здоровых, нормальных отношений. А не стремление получить что-то от человека. Вот вы, пожалуйста, обо всем этом подумайте. И в тех сферах, в тех направлениях, которые кажутся вам наиболее проблемными, вот в той схеме, которую я обрисовал, и постарайтесь подумать. Либо вы сами это поправите, потому что основные направления я вам дал. Либо обращайтесь к специалисту и вместе с ним прорабатывайте причины данного поведения. Это и личностный рост, это и более четкая прорисовка личных границ, это и повышение самооценки и проработка женской модели поведения для того, чтобы ваш мужчина больше восхищался и любил вас. Это, собственно говоря, формирование личных целей, не связанных с молодым человеком. Вот то, что я хотел вам сказать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!